Музыка Стартовал первый этап Кубка мира по лыжи-роллерам на базе Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Щучинске. Спортсмены выступят в четырех гонках, спринте, суперспринте, индивидуальный гонг и масс-старте. В истории казахстанского лыжного спорта данные соревнования проходят впервые. На старт вышли спортсмены двух возрастных категорий – мужчины, женщины и юниоры-юниорки. Заявки на участие подали лыжные гонщики из Казахстана, Норвегии, Италии, Швеции, Латвии, Киргизии, Китайского Тайбэя и Таиланда. Всего 192 спортсмена. Выбор места проведения тоже не случайный. В феврале месяце в Федерации лыжных гонок была подана заявка о том, чтобы рассмотреть возможность проведения одного из этапов лыжи ролиных у нас в Щучинске. После того, как в марте месяце у нас здесь прошел чемпионат мира, вы знаете, что он прошел очень хорошо. Биатлон Международная Федерация лыжных гонок одобрила нашу заявку. И мы получили право проведения одного из этапов Кубка мира у нас. Казахстанские гонщики не уступают конкурентам. Юниоры, к примеру, забрали весь подиум. Один из них – султан Базарбеков, занявший первое место в спринте свободным ходом. Это первый раз у нас в Казахстане проводится Кубок мира. А так я сам выступал. Но у нас все достаточно на отличном уровне, на высоком. Это как в очень передовых странах Европы. По организации вообще все хорошо было. Подготовку планомерно мы только готовились здесь в Чеченске пока что. Но специально к этим соревнованиям не подводились. У нас это скорее как разгонное мероприятие. Я уже не первый раз выступаю на Кубке мира. Уже имеется опыт. Очень рада, что проводятся такие мероприятия у нас дома, на родной трассе. Прям чувствуется поддержка. Пришли болельщики. Мы прям очень рады, кричали. Это прям помогало, заряжало. Я занимаюсь уже 8 лет. И вот в прошлом году я первый раз участвовала в Кубках мира, именно летних. По итогам первых гонок среди мужчин первого места удостоился спортсмен из Италии. Среди женщин из Швеции. У юниорок золото завоевала спортсменка из Италии. Стоит отметить казахстанец Артем Ковалев. Впервые в истории завоевал серебро и единственный из своей сборной пробился в финал. Данный этап Кубка мира – первые международные старты нового сезона по лыжеролерам. Следующие этапы пройдут в августе и сентябре в Латвии и Италии. В спринте на 1,4 километра свободным ходом среди мужчин-юниоров награждается за третье место Завялов Артем Казахстан. В третьем месте Артем Завялов Казахстан. Мы являемся организаторами этих соревнований. Мы впервые в этом году заявились на Международную федерацию по проведению данного мероприятия. Нам ФИС это мероприятие утвердил, мы впервые это все проводим. Естественно, что это новое такое соревнование в комплексе подготовки всей команды, наших спортсменов. Но я думаю, это хороший шаг к достижению результатов, потому что вся подготовка зимних лыж начинается с лета. Поэтому это у нас хороший удачный старт такой. Но вы сами видите, как ситуация складывается. Не все иностранные спортсмены к нам смогли приехать, потому что у кого-то была дорога дорогая, кто-то где-то не с ним. Но 50 человек на соревнования приехали, они составляют нашим спортсменам конкуренцию, наши тоже спортсмены сражаются. Показывают достойные результаты, я считаю. Сегодняшний день очень удачный для нашей команды. Но это первый вид спорта и в дальнейшем он развивается потихоньку. Я думаю, для наших спортсменов это будет очень удачный вклад. И как в подготовку к лыжному сезону, к зимнему, но также и в свой личный вклад. То есть любая победа, любой шаг вперед – это успех в будущем спортсмена, к будущим медалям, к будущим результатам, я так считаю. Как отмечают спортсмены, лыжные гонки – это вид спорта, требующий круглогодичной подготовки. К сожалению, далеко не у каждого есть возможность в течение всего года, как говорят лыжники, стоять на снегу, то есть кататься на лыжах. Во многих странах, где популярны беговые лыжи, снежный покров отсутствует по полгода и даже более. А это значит, что надо искать альтернативные лыжам средства и методы подготовки. Когда нет снега, можно бегать по пересеченной местности, делать имитацию, кататься на велосипеде, плавать и даже грести на лодке. Но самым близким к лыжным упражнениям были и остаются лыжероллеры. Редактор субтитров А.Семкин